Тайна племени Нитаива. Бродит ли под джунглям Южной Азии снежный человек? Пока еще на этот вопрос трудно ответить, но перспектива найти в этом регионе реликтового гоминоида, обезьяна человека, все же есть. Клочок шерсти из Индии, который недавно сильно озадачил британских ученых, тому подтверждение. Об этом племени, которая была названа Нитаива, еще в 1887 году услышал от сингальского охотника английский путешественник Хьюганивилл. Охотник, в свою очередь, узнал о Нитаива от своего знакомого, который был одним из последних представителей племени Бедда, проживавшего на юго-востоке Цейлона, с 1972 года остров Шри-Ланка. О тому о диком народце рассказал пожилой родственник по имени Королея. Народец Нитаива обитал в труднодоступном горном районе области Леонама. Это были очень низкорослые и прямоходящие существа без хвостов, их рост колебался в пределах от 90 до 120 см. По одним сообщениям, все их тело было покрыто густой шерстью, по другим, густой волосяной покров был только на ногах. У них были кореностые и мощные руки с короткими кистями, пальцы которых заканчивались острыми длинными когтям. Речи Нитаива не владели, но общались между собой с помощью каких-то чирикающих звуков. Жили эти карликовые существа небольшими группами в пещерах или на платформах, своеобразных гнездах, сооруженных из веток и покрытых навесом из листьев. Питались в основном мясом, ловили белок, змей, ящериц, птиц. Сразу раздирали острыми когтями брюхо жертвы и съедали тушу. Люди из племени Ведда презирали этих существ за их образ жизни, а так как Нитаива регулярно воровали у людей мясо, вывешенное для веления, то однажды мирному сосуществованию пришел конец. У Нитаива были только острые когти, а у людей копья, луки и стрелы. Карликов стали истреблять. Только за счет своей ловкости и хитрости они некоторое время еще умудрялись выживать и ночами даже нападали на спящих людей, вспарывая им животы когтям. Однако это продолжалось недолго. В конце 18 века Ведда загнали последних Нитаива в пещеру, засыпали в ход веками и подожгли. Никто из них не выжил. Можно подумать, что Нитаивы могли рассказать какую-то сказку, но данные сведения нашли подтверждение в начале ХХ века. В районе Леномы побывал Фредерик Льюис и тоже услышал об этих необычных существах, причем ему рассказали, что последняя схватка с Нитаива произошла пять поколений назад. Информация о Нитаива в основном совпала с полученной в свое время Нитаивом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok